Спорт-марафон представляет Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Спорт-марафон. Аудиоверсия. Всем привет. Это 116 выпуск подкаста «Спорт-марафон. Аудиоверсия» и я, Артур Ахметов. Приятная новость. Мы понемногу выходим из ковидного пике, и все новые и новые страны готовы открыть свои двери для искателей приключений. Если вы никогда не ходили в трекинг по пустыне и не лазали по песчаным горам, вам в Иорданию. С 13 января эта страна отменила обязательный карантин для туристов, а среди наших друзей как раз нашелся человек, который просто влюблен в эту страну. И это, как ни странно, Сергей Веденин, который у многих, наверное, больше ассоциируется с холодным снегом, чем с жарким песком. Вот и ко мне в студию он пришел сразу после очередных лавинных курсов. Но, как выяснилось, жаркий арабский пустынный пейзаж для него почти дом родной, и чувствует он себя там, как рыба в воде. Или лучше сказать, как скорпион в песке. Перед тем, как начать слушать этот подкаст, забейте в поисковик слова «Иордания» и «Водирам» и посмотрите фотографии тех мест, чтобы настроиться на правильную волну. Вы увидите Татуин из «Звездных войн» и Марс из «Марсианина». Либо ищите ссылку на отчет Сергея об одной из поездок в Иорданию в описании подкаста. Там не только фотографии, но и неповторимая ирония и юмор Сергея в текстах. Как всегда, ваши впечатления в комментарии, ваши благодарности в лайке. А если вы еще напишите небольшой отзыв о нашем подкасте там, где вы его слушаете, сделайте меня безмерно счастливым. Сергей, привет! Привет! Мы сегодня, в этот зимний день, будем говорить про очень горячее место. Здорово. Открытие Иордании. Я вот там не был уже два года и прямо страдаю. Интересно, что, наверное, большинство наших слушателей и наших зрителей, которые смотрят лекции с тобой на нашем YouTube-канале, они тебя ассоциируют больше со снегом. Ну, что делать? Мы знаем тебя как человека, который, ну, наверное, очень много времени был в Иордании. Сколько ты суммарно там раз можешь вспомнить? Ну, я первый раз попал в году в 98-м. С тех пор езжу довольно регулярно. Иногда по два раза в год были моменты. Ну, я раз в 15 точно был. Сергей, расскажи, а как так получилось, что вот, ну, ты попал первый раз в Иорданию, и почему она тебя так зацепила, что тебе хочется туда возвращаться и возвращаться? Ну, почему зацепила? Все просто. Это, наверное, самое красивое место в мире, что я встречал. Очень цветное, очень красивое. И, ну, я такой сомнительный москвич. Как и, наверное, большинство из нас. Я родился-то в Москве, а дальше так получилось, что у меня родители работали в Афганистане, я там с 2 до 12 я прожил в Афганистане. Для меня поэтому родина – это Азия. И поэтому вот приезжая в Иорданию, вот запах пустыни, сухого воздуха, песка – это прямо такая ностальгия по детству, и прямо вау. Ну, это там как дополнительная картиночка. А попало туда фантастическим образом. Много альпинизма летом, и летний сезон альпинизки получился крайне неудачный. Плохая погода, не сильная команда, ну, что-то не складывалось. Мало чего сходили. Очень хочется лазить, а вот не налазился. Дальше Новый год. Начинаем искать, куда бы поехать полазить. Мы там фанатично лазили и мало катались. Ну, и как бы первое, что приходит в голову – Санта-Катарина. Санта-Катарина – это на Синаевском полуострове в Египте. Смотришь новогодние билеты в Египет, и понимаешь, что эти бездуховные люди пытаются заработать всех денег с тебя одного. Я, в целом, не против идеи заработать денег, но когда ты заработаешь денег всех сразу с меня одного, меня это расстраивает. А дальше, ну, есть друзья, и тут бах, где-то я там вижу в каком-то там сообщении Лизы Паль, она с старшим мужем ездила в Орданию, и были там фотографии со стенами. Дальше интернет, информации немного, друзья из Германии купили, прислали Игоря Вашура, потому что у меня тогда гайдбук в Орданию, и мы улетели в Орданию. Дальше я еще пару-тройку раз в жизни пробовал улететь на Синае и полази в Санта-Катарине, покупал билеты в Шарм, прилетаешь в Шарм-эль-Шейх, и бах, и ты в Орданию. Прилетаешь в Эйлад, и опять в Орданию. Фантастическая история. Зовет тебя Иордания каким-то образом. Возможно, я сужу по себе, что я тоже, наверное, до новостей о том, что Иордания отменяет карантин двухнедельный для туристов из России, не очень хорошо понимал, где эта страна находится. Сейчас-то я уже подготовился немножко и знаю, что это Аравийский полуостров. И по соседству с этой страной, ну, такие государства, которые у нас на слуху, в новостейной повестке связаны с не очень приятными, наверное, различными военными инцидентами. Это Саудовская Аравия. Ну, там все довольно стабильно, Саудовская Аравия. Сирия. Сирия, Израиль, Палестина. Израиль, Палестина, да. И вопрос, конечно, у меня такой. Имея таких, не знаю, назову их кровожадных соседей, насколько в Иордании вообще спокойная ситуация, насколько там туризм является привычной для местного населения сферой деятельности, как они относятся вообще к туристам? Ну, значит, к туристам они относятся между хорошо и очень хорошо. Это значимая часть и культуры местной, и местного бизнеса. Ну, в том числе, я же понимаю, что Иордания мусульманская страна, не фанатично мусульманская, девушка, идущая европейского вида, одета в шорты, там, не смогут головой, не шокирует никого. Ни Саудовская Аравия, ни Иран, ни Саудовская Аравия никак. Можно спокойно ходить. На пляж люди ходят в купальниках, никаких проблем. Демократичный ислам. Они все поведают ислам, большинство, но это не является государственным культом. Светское государство. И хорошо. Вторая история, что это такое довольно жестко управляемое государство, которое много полицейских, много военных, которое переживает за безопасность. И плюс, например, что Иордания, значимая часть экспорта Иордании, как ни странно, это хорошо подготовленные бойцы спецназа и полиции. У них все свое хорошо, они готовят для значимого куска азиатского мира, тренируют спецназ всякие. У них все хорошо. Но фантастическая история была, что предыдущий лидер Иордании, король Хусейн, могу ошибаться, вот предыдущий в настоящем, он предыдущий король, умудрился поддерживать это хорошее отношение и с Израилем, и с арабским миром. И в целом между Израилем и Иорданией есть нормальные пограничные переходы, можно спокойно пересечь границу, никаких проблем. С той же Сирией, вся война на Сирии сейчас происходит на северной части Сирии, это все-таки 500 километров к северу от границы между Иорданией и Сирией. Ну и в тех местах 500 километров довольно много. Это на Глобусе рядышком, а в реальности это довольно далеко. И в целом вопросов безопасности ни разу никаких проблем не было. Все очень приятно. Однажды я, уходя, например, из кемпинга, забыл на заборе, ну забор, наверное, такой по колено, сложный из камней, заборчик, чтобы овцы не заходили. Забыл комплект фототехники. На гору собирался, тушка, пару больших объективов, возвращаюсь, нету. Упс. Расстраиваюсь, да, расстраиваюсь, вот походи к этому месту, и говорит, знаете, вы тут ушли, оставили технику на заборе, песок, ветер. Мы сложили, тяпочкой накрыли, вон там вот, спасибо. Ну как бы, ну, есть некий восточный колорит, безусловно, люди пытаются на себя заработать денег, но это как бы не в стиле Египта, конечно. Они тебя там не хватают за руку, не трясут. Ну, как бы все гораздо бы немножко более прилично, немножко более цивилизованно, на мой взгляд. Насколько я владею информацией, даже есть какое-то, по-моему, государственное регулирование вот этой сферы туризма, что там все как будто бы очень жестко, и не разрешают людям прям наглеть и брать с туристов слишком много. Ну, например, там вот в популярных туристских местах работа там гида-искуссовода, там регламентирована какими-то местными нормами и правилами. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, есть проблема, что меня там как раз в Петре почти посадили в тюрьму. Я со своей группой поехал в Петру после скалолазных дней. Что-то ходил, шел, бахал руками, побежала полиция, типа, нельзя работать с скуссоводом без разрешения. Ну, просто объясняться, что я не скуссовод, я член группы, просто вот я вот здесь 20-й раз был. Ну, и на этом месте как-то нельзя. Ну, есть свои сложности. Ну, минимальные сложности. Вернемся, может быть, ну, даже не к полицейским, которые... Ну, мне кажется, что когда ты приезжаешь в подобную страну, которая находится далеко от твоей, и ты видишь большое количество полицейских, ты как будто бы думаешь, что там, наверное, безопасно, потому что эти люди тебя охраняют. С другой стороны, много полицейских, значит, наоборот, может быть небезопасно. И вопрос такой, на каком языке говорят в Иордании, насколько хорошо можно с ними пообщаться, чтобы понять, что происходит вокруг. Когда мы первый раз полетели в Иорданию, это был чартер из Москвы в Акабу, на Новый год 31 декабря, чудовищное мероприятие. Вот девушка, которая там чартера... Ну, то есть мы организаторы чартера, типа так, все в автобус, паспорта получите в гостинице. Мы такие стоять, мы с вами едем в гостиницу. Как не едете? Мы в горы, мы вообще не на эту тему. Мы вас купили чартер, и... Да вы что? Очень сложная страна. Сегодня пятница, вы не поменяете денег, вы не купите еды, вы никуда не уедете, вы умрете здесь с голоду вот на бровке аэропорта. Я стою, современный аэропорт, стеклянная стена, шестиполосное шоссе с разъемным движением, куча такси, говорящие на английском люди. И я не сладко меня девушке, что я уезжал из таких мест, что ей не снилось, и на таком транспорте же ей тоже не снилось. Но в целом там отсутствуют проблемы коммуникации. Абсолютно большинство людей, работающих там, близких тебе вот по делу, туризм, еда, транспорт, все что угодно, говорят на простом английском, такой классический basic English. Если они не говорят, то они найдут кого-то, кто говорит, и тебе помогут. Никаких проблем. И да, есть восточный колорит, когда договариваешься о цене такси, ну, надо торговаться. Ну, это, скорее всего, не торг, как желание очень сильно сэкономить, а торг как восточная традиция. Ну, некая восточная традиция, ну, и как бы понятно, что приезжающему туристу выставляют некую, ну, завышенный ценник. Ну, не как в Египте опять же. Нет, не сто раз. Потому что когда я первый раз прилетел в Египет, экскурсовод в автобусе мне сказал, что если вам что-то предлагают за 10 долларов, торгуйтесь до 5, и вы, и продавец будут счастливы, потому что вещь не стоит и двух. В Иордании не так все жестоко, но, безусловно, восточный колорит на тему безусловно присутствует. Как добраться до Иордании? Какие там точки въезда, крупные населенные пункты, аэропорты? Иордания, ну, по нашим меркам, микространа. От столицы Амана до интересных мест, собственно, водяра Амакаба, 350 километров шикарного шоссе. Собственно, Desert Highway. Прямая, местами шести, местами четырехполосная дорога. С хорошей скоростью приезжается за три часа, никаких проблем. Точка въезда с столицы. Полетает масса самолетов со всего мира. Ну, а столица, еще раз, 350 километров до интересных мест. 300 или 250. А Аман – это какой-то древний, старый город? А Аман – не очень интересный город, довольно современный, не очень красивый. Ну, как-то мне вот не зашел Аман. Большой, здоровенный миллионник, куча машин. Вот, не самый интересный город. А вот южные города, собственно, которые к югу Акаба, это такой приморский, шикарный, туристский, курортный, портовый. Все, что вы хотите. Такая арабская сказка. Вот, это раз. Есть аэропорт в Акабе, самый юг, граница с Израилем. Прямо вот, ну, вот там, граница, забор аэропорта является границей между Орданием и Израилем. Прямо вот в Айлад можно почти посадиться. Туда летают и турецкие авиалинии, иногда чартеры наши летают. Сейчас, может, будут летать, не знаю. Туда, конечно, бешено удобно, потому что до моря 10 километров, то самое Красное море, которое египетское, такое же. До Вадирам – 70 километров, до Петры – 150 километров из Акабы. Ну, как бы, все получается довольно компактно. Дороги хорошие, движение быстрое, все хорошо. Движение на дорогах выглядит не броуновским, а нормальным, то есть не совсем безумие, не такая, не Таиланд, не Индия. Мы летали в Орданию через Шарм-эль-Шейх, через Египет. Прилетаешь в Египет, паромом в Акабу, и ты на месте. Так что, паром в Акабу стоит денег и занимает времени. То есть, как бы, эта история про Египет, это история, если у вас больше времени, чем свободного времени. Летали через Израиль, Тель-Авив, Эйлат из Элата по границе, переход границы в Орданию. Тоже работает, кроме одного облома, что вылетаешь в Эйлат вечером, а переграничный переход закрывается через полчаса после его прилета. Дальше одна ночь в курортном Эйлате, подорого, и утром, ну, как бы, теряется и день, и немножко денег. То есть, надо планировать, что поездка через Израиль имеет смысл, если вы там ходите, там, погулять, там, по Израилю. Очень интересные были поездки через Дамаск, потому что от Дамаска до Амана 70 километров. Очень простой переход границы, никаких проблем. Ну, и Дамаск, город, там, с, не знаю, там, сколько там, 5-6 тысяч лет истории, но до войны это было прямо интересно. Отличное отношение к русским, все отлично, но сейчас с войной я бы, наверное, не советовал летать через Дамаск. Достаточно заграничного паспорта, я так понимаю. Виза ставится по прилету? Да, виза, если бы летать в Оман, ставится по прилету, немножко стоит денег, а если бы летать в Акабу, то это, считай, это свободноэкономическая зона, и там виза бесплатная еще к тому же. Упс. Сейчас, может, нам в комментариях напишут, что правильно говорить по прилете, но нам привычнее говорить по прилету. Уж извините. Простите, я не совсем родная. Что с сезоном? Круглогодичная страна? Я бы не стал бы. Ну, да, я, в сожалению, ездил в Орданию лазить. Мне был интересен тамошний альпинизм, скаллодрекинги, и первое, что мы были на Новый год, полетели 31 декабря, потом мы пробовали разные сезоны, и стало понятно, что ноябрь, декабрь, январь, февраль, для активностей, связанных с активным перемещением по рельефу, альпинизм, скаллодрекинги, это сезон. Как там были там в октябре? У меня гайдбук заточен до дыр, потому что мы искали маршруты по северным стенам, потому что как-то у меня вылезает солнышко на стене в октябре, температура поднимается, стены до плюс 35, пальцы начинают шипеть, плод стекает в скальные тапки, скаленьки начинают проваливаться на ноги, в общем, безрадостно. Воды потребляется масса. На Новый год температура днем плюс 20, то есть лазание в шортах футболки, на солнышке, ночами плюс 5, то есть как бы, ну, на самом деле довольно комфортно. Утром выходишь там во флисочке на подход или там на трекинг, днем раздеваешься, к вечеру пододеваешься, прям вот довольно комфортно. Наверное, для многих пустыня ассоциируется со змеями и со скорпиончиками, и мне кажется, что как раз вот в этот период, про который ты говоришь, их там и встретить минимальный шанс. Честно говоря, я в Ордане змею встретил один раз. Я очень люблю змей. В аэропорту, скажи. Нет-нет-нет, в горах, в пустыне. Просто надо понять, что, например, пустыня Вадирам, это высокогорная пустыня, потому что вот, собственно, сама деревня Вадирам, у нее высота на Дурнем море больше тысячи метров. То есть ты вот, собственно, от Красного моря на эти 70 километров набираешь там больше километра высоты на машинке. И там как бы, ну, климат гораздо более... Спускаешься к Красному морю, и он начинает давить жарой, ну, просто жарой, обычный южный. Как бы, возможно, там может провести лето, ну, люди ездят летом и там на Красное море. Ну, боюсь, что выход из помещения, уход от моря и выход там, не знаю, на всякие историчности и достопримечательности летом, ну, может казаться довольно тяжелым. Потому что там, ну, все эти историчности, Петра, замки и все, что угодно, они довольно масштабные. И погулять там, ну, погулять по Петре, это целый день туда-обратно, заглянув на интересные места, там, 15-20 километров прогулки. В жаре плюс 40, боюсь, это будет тяжело. То есть я бы, конечно, не совсем бы планировал историю под туалетом, совсем жаркий сезон. А уж, ну, о скалолазании, ну, почти невозможно. Ну, мы с тобой чуть позже поговорим о трекинге и о скалолазании. Я так понимаю, что это основные вещи, которыми ты занимаешься в Иордании. Что еще, помимо этого, туристы могут найти в этой стране? Красное море. Красное море, классические кляжные, кораллы, рыбки, шнорхелинг, дайвинг, все, что хочешь. Уточнение, это отели, пятирозличные, большие. Все, что хочешь, разнообразно. Публичные пляжи, маленькие дайв-центры, большие отели. Это берег от Акабы, такой-то восточный берег Красного моря. На той стороне ты видишь, собственно, Новейбу. Новейбу – это Египет. Видишь Элат, израильский курорт. Строится активно, выглядит все прилично. Я, собственно говоря, на море провожу, ну, обычно один день. Когда меня там утомляет совсем, может, с альпинизм, ну, выезжаешь на море, плечешься в море на Новый год. Даже на Новый год нам бывает там плюс 25 на море, теплая вода, ну, прямо в удовольствие. Это раз. Пляжный отдых. Номер два – это куча историчности. Ну, там, восьмое чудо света Петра, город, который потеряли тысячи лет назад, нашли буквально там сто лет назад. И историчность там такая, не знаю, от дофараонского периода до крестоносцев. И вот в этом диапазоне все, что хочешь. На Батейские замки, подходя под маршруты в Ладирам, ты идешь, чтобы не тортать песок, идешь по стене на Батейского замка, которому жалкие три тысячи лет. И вот кирпичи, колонны круглые, ты вот по ним просто идешь, потому что это вот здесь лежит. А наскальные рисунки, которым там по пять тысяч лет, их тоже там есть. И этой историчности, ее там фантастическое количество. А, еще кроме пляжного отдыха на Красном море, есть еще одна история, пляжный отдых на Мертвом море. Море, которое сдохло. Поэтому оно называется Мертвое море. Ну, да. Ну, важный момент, купаться в Мертвом море можно только в тех местах, где есть душ. Потому что, когда ты вылезешь из этого Мертвого моря, соль, будут проблемы. Ну, как бы соль произъедает кожу и, возможно, там неприятности с кожей. Поэтому искать публичный пляж или пляж при отеле, ну, важно, или взять с собой, не знаю, много воды. Пяти литрушку. Да, чтобы смыть соль. Ну, это важная история. Купаться можно где угодно, но важно потом смыть, потому что, ну, проблема и возможна. Опыт уникальный Мертвое море, интересный. Жажа жизни это надо сделать, попробовать, как это выглядит. Попытка утопиться. Это вот такое, ну, это и путешествие, ну, до Мертвого моря довольно далеко. А так бы, например, от Красного моря до Мертвого моря там километров под 300 получается. Но потом по той же самой шикарной дороге. Да, да. Дороги хорошие. Ну, иорданцы, если вы смотрели на дороги, как, типа, ой, как далеко, вы же поедете в аквы, так далеко, 300 километров. Ну, для нас это, так что вы понимаете, как... На дачу съездить в выходной день. Да, да. Два пляжа, два моря. Только понимаешь, на Мертвом море еще жарче. А дальше есть фантастическое место, называется Восогорная пустыня Вадирам. Заповедник, Национальный парк, место небольшое, я, по-первых, посмотрел, типа, маленькое место. На карте ограниченная территория, охраняемая территория, 10 на 20 километров. А потом я как-то посчитал, что это 200 квадратных километров гор. Это красная, бело-черная, любого цвета пустыня, с которой стоят стены. Стены до километра высотой. Говорят, это место, которое максимально похоже на то, как мы себе представляем марсианскую поверхность. Фильм «Марсианин», «Татуин», «Звездных войн», «Трансформеры». Там снято половина фильмов, видите, в фильме «Песок», скорее всего, это снято там. Это вот, когда я вижу картинки, там, любые картинки с фантастических фильмов, я узнаю рельеф, по которому лазил. Ну, «Марсианин», я отвечаю, что это снято там, там есть этот лагерь, где снимали «Марсианина» и все, что хотите. Весь Марс снимается там. Там есть деревня, в «Марсианин», без гостиниц, там нельзя строить гостиницу, это бедуинская деревня, и там есть все, что хочешь. Там есть немножко скалолазания, много, гигантский объем альпинизма, адвенчер-кламбинг, фантастическое количество трекингов, прогулок по каньонам, все, что хотите. Популярнейшее местное развлечение – это поездки на джипах по пустыне, которые меня вечно немножко расстраивают, люди, которые выбирают только этот вид отдыха. И можно там подсвечить поездку, в том числе многодневный трип по пустыне на верблюдах, то есть такой туристский конный верблюжий поход по пустыне. Есть возможность там уехать, например, из-за ладерам уйти на верблюдах в Акабу. Такой маршрут есть, как бы местные готовы его организовать. И еще несколько менее известная активность, которую можно обдумывать на жаркий период времени – это каньонинги в районе Мертвого моря. Там шикарные, глубокие, обводненные каньоны с теплой водой, которые впадают в Мертвое море, и при наличии, ну, там, конечно, нужен хороший гид, либо собственный опыт, либо навык гид, либо местный гид. Это фантастические картинки и вполне уникальный опыт. Насколько вообще вот все эти виды отдыха возможно организовать самому без того, чтобы найти гида? Насколько Иордания адекватна в качестве самостоятельного отдыха? Ну, мы не берем пляж на Иорданию. В целом, не вижу никаких проблем. Ну, вот про каньонинги в Мертвом море. Я сказал, что хорошо бы найти местного гида, потому что там, ну, нет нормальных описаний, неочевидная логистика, и надо много снаряжения. А вот все остальное практически никаких проблем не представляет. Прям вот здорово и интересно. И несложно. Есть два хороших гайдбука. Один называется Trek and Clampins in Jordan, и второй, собственно, в трекинге. Просто гайдбук по трекингам. Социалон-пейдж. Англичане такое издавали. Доступно в интернете приходит PDF. Никаких проблем. Ну, или когда Google Books не суть. Прям хорошие гайдбуки. Немножко старенькие, но прям по ним можно ориентировать. Ну, Петро. Место историчное описано отлично. Масса информации. Безопасно. Едет одному не сверхдорого. Цена очень небесплатная. Она дороже Египта, однозначно. И одной из проблем является, не проблема, а особенности. Местный динар примерно равен английскому фунту. Это около 100 рублей. Чуть больше, да, там 100 рублей. И поэтому, когда тебе там сдают ценник в несколько динаров за что-нибудь, как бы, ну, там, три динара, по факту получается, как бы, ну, это вот история, когда ты в другую сторону, когда деньги дешевые, как бы, платишь не проблема, а деньги очень дорогие, платишь немножко, ну, легко вылиться за бюджет, просто не контролируя расходы, потому что платишь единицы какие-то, а по факту получается сотни с не тысяч рублей. Ну, как всегда, есть варианты проживания на любой вкус, там есть и пять звезд, и Мариот, и есть бедуинские кампы. Можно в широком диапазоне это все. Кемпинг в Адерам, два динара в день, самый дешевый. А когда вот ты говоришь местный гид, какую личность ты имеешь в виду? То есть это прям гид-гид, или просто там местное население, которое так или иначе, ну, понимая, что туризм, наверное, для них основной источник прибыли, просто все занимаются туризмом, но при этом назвать их там профессиональными гидами, ну, может быть, довольно сложно. Ну, безусловно, айорданские гиды довольно далеки от того, что мы подозреваем по словам профессиональный гид по международному стандарту. Мы там пытались с коллегами из ООЭА проводить курсы для местных гидов. Интересные, хорошие, работящие ребята, квалификация которых, ну, во многом, ну, так, на троечку. Но в целом они точно знают район, они очень дружелюбны, они очень стараются помочь, подсказать. В целом они обеспечивают там и спасательные работы, и все, что хотите. Но вот там ожидать от них там уровня лазания, виртуозного владения снаряжением и всем остальным, они бесстрашны, они отлично едут без страховки, они умеют работать с веревкой, могут помочь. Ну, конечно, уровень, ну, как бы, не гидышем они, однозначно. А еще про гидов есть одна такая занятная особенность Иордания. Въезжая в Иорданию из Израиля, вот, конечно, переход в Эйлате, иорданская таможенная служба отнимает у вас веревки, просто изымает веревки. У тебя их находят на просветке, говорят, так, веревочки на стол, вот расписочка, мы их кладем на полочку, поедете обратно, заберете. А если ты выезжаешь с другой стороны? Упс. Вот. Веревки переходят в собственность государства. Ну, как-то так, да. Это сделано, чтобы въезжающие люди нанимали местного гида, там популярное место, ребята из Израиля ездят в Иорданию, там был список инцидентов, который произошел, с работы все было сложно, на этом месте ввели такое правило. Ну, в целом, это все решается, ты находишь местного гида, платишь ему немножко денег, он тебя встречает на границе, проносит твой веревки через границу, получает свои немножко денег, жмет тебе руку, и ты больше его не встречаешь. Ну, как бы, ну, некая особенность. Поддержка местного бизнеса. Да. Въезд с любой другой точки не требует такой глупостей. Ну, это вот такая особенность этого места. Вот. Люди, которые прошли какое-то обучение и сертификацию в местном Министерстве туризма, у них есть номер, бэджик. А, ну, то есть, все-таки какая-то государственная коррекция. Да, они как-то зарегистрированы, ну, понимаешь, что это скорее большинство из них, вот, гиды, которые тебя встречают на границе, это спусководы, конечно. Местные ребята, живущие в Адерамс, они встречаются несколько человек там, которые лазят, которые делают для себя, для удовольствия, которые лазят хорошо, которые там где-то там, кто-то из них там учился в Шамани, ну, возили в школу Энса, кого-то учили мы там с коллегами из УИА, пытались чему-то научить, натаскивать. Ну, можно найти человека, который будет выглядеть адекватно, не будет выглядеть, будет адекватно. Ну, вот такого, чтобы как в Шамани, тыкаешь пальцем в любого, и он хорош, ну, такого не будет. Ну, что, я думаю, для вводной части достаточно. Ну, мы так нормально трекимся. Давай, наверное, начнем с трекинга. Что собой представляет трекинг в Иордании по твоему личному опыту? И есть ли у тебя какие-то задумки, которые ты еще не успел там реализовать? Ну, давайте по трекинг. Я никогда не ходил там трекингой, как вот отдельно. У меня всегда это было, я приезжаю либо сам, либо с группами, я либо летение отдыха, либо там надо подходить в группу. Мы начинаем ходить, изучать и горы, и рельеф, и особенности рельефа. Особенности этих гор это песчаники. Это песчаники, довольно сыпучие, довольно хрубкие, ломкие, но они делают фантастическим трением. По уклону 45 градусов можно спокойно идти вверх в лоб, а просто на трение. И вверх, и вниз. Это очень непривычно, и очень странно, и очень страшно. Это как бы надо научиться делать. Вот. И мы ходим эти трекинги, они описаны в гайдбуке, самые первые от деревни Вадирам. Живешь обычно в Вадирам. Я обычно живу в Вадирам. Это удобнее, интереснее. Там есть магазины, какие-то кафешечки, ну, как бы такая некая структура, которую можно использовать. Пешком по пустыне. Ты идешь по ровному песку, месишь песок, ну, нифига себе, пляжи как грохали. Достопримечательности там. Ну, эти вот горы вокруг над тобой, это как бы, ну, пейзаж меняется, но медленно. Вот такой классический трекинг по пустыне, ты идешь по пустыне, мимо тебя приезжают джипы с туристами. Пылят, ну, не очень. Поэтому там интересные трекинги, это ты спрыгиваешь с этой вот накатанной дороги по пустыне в направлении, и там есть шикарные эти вот такие каньоны, рассекающие местные столовые горы, у них это называется Little Scramble, немножко карабкаться. Ну, там бывают такие скальные ступенечки по 3-5 метров, где надо подлезть вверх, слезть вниз, подлезть под камешек, перелезть через камешек, ну, там набираешь 200-300 метров вверх на перевал, с него спускаешься, и получается, ну, вот когда идешь по каньону, каньон поворачивает вверх-вниз, пейзаж меняется каждые 10 метров, и после этих каньонов оказываешься в Барселоне, смотришь на Саграда Фамилия Гауди, и понимаешь, что Гауди жалкий пигон, построил вещь, которую в Иордании построила природа. Природа построила в масштабах в 100 раз, или в 1000 раз превышающих того, что это есть. Ну, понятно, что это злость, собственно, откуда взялись эти вот арабские все эти узоры, они оттуда вот очевидны, и так, ну, фантастично красиво. Вот, у меня кирида есть набор, там фотографий на моем сайте лежит, ну, кому, честно, посмотреть несложно. Оставлю ссылку в описании подкаста, посмотреть фотографии. Ну, там, из первой поездки в Иорданию, это была еще времена пленки, я привез 26 пленок. Все, отснято, было бы больше, я бы снял больше, но это было просто, ну, был вау, другой мир вообще, другая планета. Сейчас снимаю немножко меньше, но потому что много раз было сложно. Ну, все, вот по ходу по каньонам, в каньонах так вот, собственно, немножко жалко людей, жалко, обидно, когда люди приезжают в Иорданию в воде рам на 3 часа, берут джип, делают 3 часа по пустыне на джипе и думают, что они что-то видели. Я там провел, видимо, сотни дней и точно уверен, что я видел меньшую часть. Ну, если не один день, то сколько вот ты бы рекомендовал минимальное путешествие? Чтобы посмотреть интересные вот такие вот без альпинизма, вот именно трекинговые, трекинговые варианты, раз, два, ну, три дня минимум. Это радиальные выходы из воде рам? Да, да. Ну, там берешь джип, подъезжаешь под гору, проходишь каньон, потому что самая вся пустыня, она, конечно, голая, безжизненная, песок и стены. А вот в каньонах есть... Астраханская область. Ну, да. А в каньонах есть и трава, и лес, и ручьи, и дикие животные, как ни странно. Там живет горная кошка, ибис. Там куча баранов, этих серн довольно крупных. Ну, там реально вот поднимаешься наверх, там есть простые бедуинские маршруты, без веревок, без особых навыков скалазания, они фантастично хороши. Бывает страшненько, но прямо другой мир, другая планета. Какая экипировка пригодится туристу, вот если он будет заниматься подобным трекингом. Экипировка из необходимого это кроссовки на ноги, кроссовки типа Апроуч. Кроссовки, в которых удобно лазить по скалам. Довольно плоская подошва с маленьким протектором, который хорошо держится на трении. А ничего другого, больше рюкзачок, некий набор вещей на жару и на вечер может быть прохладно, камелбек под воду, воды надо чтобы пить много, как реально сухая пустыня, и такая кажется, что эти вода не хочется пить, пить надо, потому что воду очень сухой, и пить надо. В целом, минимальный набор снаряжения. Лёгкий баф. Ну да, баф, кепка от солнца, потому что даже, не знаю, даже на Новый год солнце бывает так, что давит в голову, так нормально лупит в голову. Ещё, конечно, хорошо бы иметь навыки ориентирования. Это реальная проблема. В Ордане ориентирование, это прямо вот в Адерам, не в Адерам, ориентирование, это интереснейший квест. Это довольно сложно. То есть там нет указателей привычных навыков? Да, указателей там нету. Безусловно, есть местная традиция, называется Follow Currens, следует за турами. Туры этого пирамидки из камней. И поверить в эту идею мне удалось там с третьей-четвёртой поездки. Потому что ты идёшь и видишь впереди дорогу, а тур уходит направо-назад, маркированная, да, рапинка. Думаешь, ну, сейчас мы 10, что мы дураки, мы дорогу найдём. То, что выглядит ровной дорогой, может быть, вполне быть склоном горы, разрезанным каньоном шириной 10 метров, глубиной 50. Ты подходишь, возвращаешься и долго плутаешь по пустыне и по горам. То есть, карта, GPS. В каньонах не всегда работает мобильная связь, в каньонах не всегда работает даже GPS, ну, плюс в каньоне GPS, ну, не всегда нужен, не всегда адекватно работает. Ну, то есть, как бы готовиться к путешествию надо, и написанные слова в гайдбуке, например, в английском, собственно, Ховарда и колонны гайдбуки, в Сароновском том самом, это сложно понять, но там в описании значимо каждое слово. Поэтому пропустить слова. Вот ребята писали очень коротко, но в описании, ну, хорошо писали, там реально в каждое слово в описании значимо в трекинговых. Я слышал, что в Иордании есть какая-то тропа специальная трекинговая, государственная, нет? Потому что не сталкивался, честно говоря, не сталкивался. В основном, есть что-то такое от Петры к Малой Петре есть тропы трекинговые, есть тропы вдоль там, есть, собственно, вот этот Desert Highway, а есть рядышком, что по самым горам идет King Highway, другая, другая шоссе, и даже в Иордании на Новый год увидел на King Highway снег. Прям вау, снег в пустыне выглядит фантастично, конечно. Про вот эту тропу не знаю. Я, конечно, не совсем, я, конечно, больше отучен на водерам и на альпинизм в водерам. Если не рассматривать трекинг однодневный с вылазками из базового лагеря, существует ли традиция длинных каких-то переходов трекинговых по Иордании? Традиция, мы ходили, ходим двухдневные трекинги, двухдневные трекинги ходили по Иордании, по водерам, опять-таки. То есть, круговые какие-то маршруты, наверное. Ну, опять-таки, место небольшое, 10 на 20, 10 на 20 это национальный парк. Дальше меня местные коллеги отвезли на соседние холмы, и до них мы ехали километров 40 в целом по таким же горам. То есть, понимаешь, что это место реально автор на границе Саудской Аравии, там километров 100 можно ехать по такому же рельефу, на котором никто никогда не лазил, никто ничего не делал. Миллион вариантов на первопроходы, восхождение, свои маршруты, все, что хочешь, вот-вот все, что хочешь, можно найти. Место гигантское дальше. Сабжатой кусок 10 на 20 это прямо-то около деревни. Многодневные есть одна проблема. Это вода. Даже если ты идешь на два дня, ты тащишь с собой ну, минимальная норма воды в пустыне 6 литров в день вот вы не положь. Можно один день пройти меньше, взять меньше, и дай уйти в обезвоживание, но на дневном можно вернуться и отпиться. На многонемном маршруте, уходя в обезвоживание, ну, есть проблемы с получить проблемы просто с физической формой, с подвижностью, судорой, ну, с чем угодно. Масса проблем. То есть, чаще всего там, например, альпининские группы, которые ночуют на горе, бывает такое, бах, нежно наступила ночь, но люди ночуют, утром люди обезвоженные настолько, что вызывают спасателей. Дрова есть, костер уже ощутить не проблема, тепло. Ну, вот вода является важным моментом. И да, там есть масса мест, где организованы такие сборы воды из-под скал. Там подкапывают капельки воды, если знать эти места, можно, там, источник Лориса Аравийского, есть несколько источников, где можно набрать воды. Ну, она, конечно, такая не суперчистая, ну, потому что просто природная вода. Ну, соревнованные фильтры не отменяли, как бы все можно сделать, но это требует, опять-таки, планирования вот именно такого. Ну, как-то решить вопрос с водой можно же? Ну, думаю, там, чтобы по маршруту ее, например, подвезли. Подвезли. Не местные, адекватные, разумные люди, в целом, обязательные. Я там много раз был, у меня там есть, просто я давно перестал искать какие-то аппаратные местные, у меня там есть люди, с которыми мы там общаемся много лет. Ну, как бы выбраны обязательные, хорошие, ну, вообще обязательные, а вот особенно, что у меня там попался, селекция была проведена некоторая. Ну, опять-таки, на тему проживания, то вот в той же Вадирам, в Вадирам есть кемпинги, есть такие бедуинские лагеря, а мы нашли место такого бедуинского лагеря, встроенного в семью. Это довольно уникальный опыт, ты живешь, у тебя отдельный собственный шатер, там туалет, душ, бедуинской семьей. Такой этнотуризм получается еще. Ну, как бы там дети, младшие говорят на английском, старшие женщины не очень говорят на английском, старшие парни говорят, ну, отец семейства, и там дети говорят, старшие мальчики говорят на хорошем английском, женщины к тебе выходят с открытым лицом, с ними можно даже фотографироваться, просили, просто не выкладывайте в интернет, мы не выкладываем, ну, как бы просили, мы не выкладываем. Вот, очень приятные люди, аутентичная местная кухня, ну, такая просто, вкусно, прям хорошо. Это, конечно, немножко тоже по-другому, чем подружить просто в каком-то туристском отельчике. Гораздо интереснее. Сергей, ну, и, наверное, еще одна интересная часть нашей беседы, это скалолазание и альпинизм в Иордании. Расскажи немножко про горы, которые там есть, что это за горы, какие там высоты, что собой представляют они. Ну, давайте сначала об общем. Скалолазание и альпинизм. Скалолазание, мы понимаем, под этим делом лазание по спортивным, подготовленным маршрутам, альпинизм, многоверевочные маршруты, которые не оборудованы социональными точками страховки. Классического скалолазания, спортивного скалолазания, там, ну, между мало и очень мало. То есть, в целом, если вас интересует именно скалолазание по дорожкам, это не там. Вот, правда, не там. Ну, там 20-30 маршрутов, не самым лучшим образом оборудованных, размазанных по пустыне. Ну, точно не стоит ради этого ту альпинизма специально. А вот альпинизма там очень хорошо. То есть, в гайдбуке описано вот 500 маршрутов, еще есть вариантов, еще есть куча неописанных и т.д., и т.д., и т.д. Маршрутов уровня, вот, не знаю, там, 1А нашими, ну, до 6, точно, до 6А, может быть, до 6Б точно. Потому что, ну, самые сложные маршруты там по восточной стене Джабель-Рам, Джабель-Гора, особенно Джабель-Рам, это 700 метров стены с уровнем лазания 7А+, местами. Первопроходцы шли маршрут три дня, две ночевки на стене, и т.д., и т.д. Ну, это прямо вот такое пролезешь, можно пойти скаленьки на годик и гордиться. А более простого тоже есть. Такое ухо есть, выиграть на обзорные точки, простого, ну, немножко покарабкаться в разнообразное лазание. Гайдбук толстый, хороший, ну, требует, конечно, требует там некого критического осмысления. Что еще на тему сказать? По-хорошему, чтобы ходить что-то интересное в Ордании, нужно обладать уровнем лазания на своих точках такого уверенной 6А. Тогда открывается просто вот маршрутов с более низким уровнем лазания два десятка. А маршрутов, в которых вот есть 6А, и там, ну, 6А+, их сотни. И, ну, они как бы, ну... Это описанные маршруты. Описанные маршрутов, да. И на этом месте, ну, просто если вот там вдруг не лезешь ни в форме, не лезешь 6А на своем железе, ну, конечно, падает объем, который можно пролезть, интересного. А если лезешь, ну, прям, можно лазить всю жизнь. Эти маршруты, они описаны местными? Нет. Маршруты отлично описаны в символу Хуя, вот как вот, не просто картиночка, а вот в символу Хуя, метры, сложность. Написано лезть 4 часа, ну, мы будем лезть 4-5, написано лазание 6А, ну, так, где ты будешь 6А? Ну, просто добавляешь там часок, накидываешь, понимаешь, что ребята лезли быстро, лезли хорошо, мы не лезем немножко на парень, немножко лезем немножко хуже. А дальше есть маршруты, мы, как первое, столкнулись, СНЖ Реми. Потом почитали, что это братья Реми, и в целом вообще все ничего там написано, а мы это не лезем. Слишком сложно или слишком легко? Потому что у братьев Реми довольно много восьмерочных перепроходах во Франции, маршрутов, и для них реально уровень лазания 6А, 6Б выглядел, видимо, слишком простым, они его описывали как 5 плюс 6 и лупили полтинниками без точек. По 50 метров нет точек страховки или есть одна точка страховки на полтинник. Но в целом для меня лазание 6А по вертикальному рельефу рассыпному довольно сложное, и мне хочется страховаться. И лезть полтинник без страховки страшно. Очевидно, страшно. Как бы, я понимаю, что маршруты Реми бывают так, что просто надо здесь полтинник без страховки и лазание, шестерочного лазания. Упс. Ну, это надо иметь такую здоровую психику, которой мне не хватает. Очень зависит, конечно, от уровня вашей подготовленности, кто будет лазить, но надо бы понимать эту особенность, что там были безумные люди, которые умели лазить. Давай все-таки от безумных к более простым людям. Вот что бы ты посоветовал не очень сложные людям, которые, в принципе, занимаются и склазами, и лапинизмом, но не хотят вот такие шестерки-семи. У меня есть. Я возил в Орданию даже какие-то начинающие турги обучали альпинизму. Там есть фантастические... Ну, там есть бедуинские маршруты. Мы начинаем всегда с бедуинских маршрутов, которые там вверх пешком, немножко там скарабкаясь, короткие узкие участки более-менее сложного. Там иногда веревочку достаем, иногда достаем веревочку. С них появляется ощущение рельефа, трения, ухватости с гор. Все получается. Потом начинаем ходить с веревкой. С веревкой интересно сходить, например, там, из-за какого места называется скальный мост Бурдах. На софте там 300 метров над пустыней, арка длиной метров 50, шириной полтора метра, скальный мост. Прямо вот фантастическое место, очень красивое. В нем можно прийти такой простой тропой бедуинским маршрутом, а можно залезть по стене. Четыре веревки, лазание там, не знаю, пять плюс, и ты выходишь на плату и дальше выходишь на вершину. Отличный учебный маршрут, отличная страховка, прямая щель, прямо вот вау, здорово. Дальше есть несколько маршрутов, расположенных прямо около деревни Вадирам со временем подхода, не знаю, 15 минут до начала маршрута. Маршрут Салим на Бума-Алихтауэр, башенька такая, прямо около деревни. Четыре веревки интересного лазания с карнизиками, два дюльфера вниз, фантастика, очень приятный. Классика района маршрут Голдфингер, не знаю, раз, два, четыре веревки, лазание до шести А, но опять-таки лазание до хорошей шели, с хорошей страховкой, как бы вот стало страшно, положил точку, вот я такие маршруты люблю, когда интересное лазание, но при этом есть страховка. И у нас, конечно, ну, хочется посложнее, переходим на другую сторону, долины, маршруты Бьюти, лазание до шести Б, веревок шесть, ну, такая честная пятерка, интересная. Я там как-то отломал зацепку одну, не знаю, что там сейчас осталось со сложностью после этого, но посмотрим. Маршруты на другой стороне есть и по десять веревок. Ну, опять-таки, маршруты, давайте звонить маршруты, людям, которые там не были, ну, это сложно. Ну, если там просто сотни, и выбрать себя можно. Культовый маршрут, который мы ходим каждую поездку, стараемся ходить каждую поездку, это Траверс, Траверс Рам. Раненько утром грузится джип, объезжаешь гору на другую сторону, 20 километров на джипе, сначала по сыпухе, потом через перевальчик, потом немножко лазание с простым скалом, и орданская традиция, она такая, не всем подходит, там традиционно есть много лазания фрисоло, без веревки. Потому что, например, вот маршрут Траверс Рам, подняться на вершину, там длина этого лазельного куска 2 километра или 3. Если вы вешаете серёвкой, то это лезет 3-4 дня. А хорошо подготовленная группа, которая осознаёт трение, поддержку там гида, мы это делаем за 4 часа до вершины. В опасных местах я достаю верёвочку и подстраховываю, а в тех местах, которые мы считаем по силам участникам, тренированным, подготовленным участникам, мы это делаем без верёвки. И да, там бывает, конечно, что идёшь по полочке, придерживаешь рукой за рельеф, и там от ног до следующей полочки вниз метров 200-300. То есть пейзажненько, очень пейзажненько. Это такой интереснейший опыт, на самом деле, фейссола на таком высоком рельефе. Очень посещает мозги, появляется концентрация, такое вот, начинаешь делать каждое движение идеально. И тут это безумно красиво. Ты вылезаешь из каньона на стенку, дальше травясь к стены, на следующие ребра, эти купола в стиле арабских сказок. Дальше гигантские вершины, стоящие тоже из кучи куполов, вид на пустыню, пустыня цвета от белого до чёрного, через почти все цвета радуги, включая фиолетовый, зелёный, всё, что хотите. Дальше спуск с вершины до середины горы, плата, лесочек, ночёвка, плата в горах, фантастическая ночь, тишина, звёзды, костёр, спать можно в спальнике около костра. Ну, прям приключение, путешествие такое. А дальше спуск вниз по известному альпининскому маршруту Хамат-Руд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь дельферов. Сложное ориентирование по вершине и с восемь дельферов, восемь по полтиннику спускаться вниз. Спускаешься прямо в деревню Варам. Ну, такое двухдневное путешествие. Ну, где-нибудь там 3А, 3Б у нас бы это называлось альпининским. Красиво. Ну, это прям вот... Оно не очень сложное. Ну, тем, кто собирается в Ардане у нас с альпинизмом, надо приятно понимать, что там есть особенности. Особенности породы, особенности страховки и особенности снаряжения. Ну, просто вот это песчаник. Песчаник бывает разным. Просто для понимания. Чёрного цвета песчаник, мытой водой. По нему проходят различные части маршрутов. Они какие-то чёрные потёки, мытые водой. Очень похож на крымский звездняк. Можно класть маленькие закладки, бить ключа. В принципе, ну, не рекомендовано, потому что песчаник, конечно, ключами сбивается быстро. Но если очень хочется, то можно. В целом, комолоты работают отлично, закладки, гексы отлично работают. Всё держится. Можно лезть. Дальше ты вылезаешь на красное песчаник. Красный песчаник можно бить крюча в любое место, невероятно в щель. Поэтому даже что-то будет держать, наверное. Что не так, ты вылезаешь в зону белого песчаника, а в белом песчанике можно копать зацепки руками, пальцами и пытаться их нагружать. Страховки не будет. Ну, в общем, вот обычные белые нависающие пески это вот не пролаз, как правило, здесь запоролся в белый песок, то это всё. Надо искать варианты ухода и обхода. Вот. То есть по снаряжению мы берём с собой много комолотов, там много вертикальных щелей, много френдов, комолотов. Таскаем с собой большие гексы. Потому что как большие щели бывают, комолотов не напасёшься. Есть несколько популярных маршрутов с большими щелями, где написано в гайдбуке, и правда так в жизни есть, комолоты размера 5-6, вот эти здоровенные дуры с голову размером обязательны. Без них, правда, не вылезается. Читаем описание. Если написано, что комолот 5-6 обязательно, не надо пытаться, дела облить, не получится. Нет, получится в варианте полтинник без страховки. Вот. Ручки в трение, ножки в трение и молиться. Магнезия – да, скальники – да. Много трения, поэтому скальники брать там, собственно, болдинговый я бы не стал, что на трение сложно. Подгонные пальцы ставить. Веревку. Вот веревки. Важный момент веревки. Гельфера по 60 метров часто, поэтому веревки рекомендованы половинки. Тонкие половинки. Half. Половинки гораздо легче вытягивать. На печальнике меньше трутся, меньше застревают. Хорошие гельфера по 60 метров, и очень часто питчи на подъем, отрезки вверх, идут не по 50-60, а вот на подъем по 30, потому что трение очень большое, а гельфера по 60. То есть, в своем веревке по 60-60, ее по 60, и лучше тонкую. И да, я как-то за 20 дней в Ордании у Хайдоку стер веревки совсем. Тут у меня были новые веревки, когда я приехал, две группы подряд, и у меня такие веревки есть, оплетка есть, я в целом в любом месте веревки сквозь оплетку вижу сердцевину. Ну, потому что там много дельтеров такие по каньону, когда ты веревку сдергиваешь, она падает в воду, дальше ты волочишь по песку, дальше запускаешь пусковое устройство, дальше сдергиваешь по горке, посыпанной песком, и, конечно, снаряжение подбивается. После приездки из Ордании вываливаешь все железо, моешь, смазываешь, сортируешь, проверяешь, до снаряжения, кажется, расходуются. Можно песчаники. Что делать? Хочу сказать, что если слушатели, как и я, услышали, наверное, большую часть слов, значение которых неизвестно, книга ИТО в библиотеке «Спортмарафон» вам в помощь. Там описано все то, что вы, возможно, как и я, не поняли. Сергей, спасибо тебе большое. Я думаю, что множество слушателей, которые послушат этот подкаст и будут выбирать для себя место следующей поездки по какой-либо причине из твоих очень классных рассказов выберут «Иорданию». Перед тем, как записывать этот подкаст, мы в нашем инстаграм-канале «Спортмарафона» запостили видео, где предложили нашим слушателям задать тебе какой-то вопрос про «Иорданию». И у нас есть вопросы. Я тебе сейчас их задам. Если ты сможешь на них ответить, здорово. И тебе нужно будет выбрать одного из наших слушателей, который, по твоему мнению, задаст самый интересный вопрос. Мы ему отправим отличную белую футболку с логотипом «Спортмарафон». Итак, что делать, если тебя закопали по шею в песке и поят из чайника? Вспоминать, кого ты только что пытался убить. Такая картина, по-моему, из «Белого солнца пустыни». Да-да, это активная история, что это надо вспоминать, что ты сделал плохого этим людям. Там это как бы не принято, но надо вспоминать, подумать о том, кому что ты сделал плохого. Мне кажется, нужно сказать спасибо, что тебя хотя бы поят из чайника. Да, кстати. А ты могли бы и не поить. Мы однажды поили верблюда шампанским в Ордании. Ну, Новый год, как-то мы вышли, Новый год под празднование по Москве, у нас было шампанское, выяснилось, что люди с удовольствием пьют шампанское. Просто с удовольствием. Вроде как в Ордании вообще с алкоголем достаточно строго все. Без проблем. Без проблем. Акабо – свободная экономическая зона. В Акабо покупается все, что угодно за обычный ценник, как в свободной экономической зоне дитя-фри. Да, в самой идее, в Ордании в ней как экономическая зона свободная. Ну, одно из самых дорогих пивов в мире, там 5-6 динаров за баночку. 600-700 рублей. Да. Получается. Даже побольше. Как сохранить самообладание от атмосферной красоты? Как не сойти с ума от пейзажей фактически? А никак. Там реально выносит голову, и это прям ходишь и подбираешь челюсть. Потому что они настолько безумны и настолько разнообразны. Вот при том, пустыня голая, безжизненная, желтая. Нет, это не про там. Это вот, собственно, это горы любого цвета, любого вида, любой формы. Если вы, конечно, даже поездка на джипе в пустыне очень красива. Но понимаешь, если вы там ходите ногами, увидишь в миллион раз более интересного и более безумного. Схожий вопрос. Знаменитая пустыня с красными горами, расскажите про них. Ну, по-моему... Ну, это, собственно, было про Вадирам, это все я старался рассказать. Ну, как бы, любимое место это Вадирам, да, это все было оттуда. Исторический вопрос. Почему именно река Иордан послужила спасением израильтян, описанного в Библии? Наверное, мы не сможем на этот вопрос ответить. Да, я вот, честно говоря... Да, у нас не что, где, когда. Какой вопрос тебе больше всего понравился? Ну, собственно, как сохранить голову. Вопрос Осадченко Дмитрий нам этот задал. Дмитрия мы поздравляем, мы уже знаем, что он победил, а он узнает об этом, когда... Выдет подкаст. ...выпустим этот подкаст. Сергей, ну, и вопрос последний от меня. Есть ли выбирать снег или песок? Я не выбираю. Я... Я вот говорю, реально, я два года не был в Ордании, и я страшно тоскую по песку. Я очень люблю снег, я люблю кататься, мне все равно очень нравится, но вот прилетаешь в Акабу, выходишь из самолета, и запах этого вот немножко песчаного сухого воздуха, местных... местной сухой травы, ну, это прям вот... Не надо выбирать. Надо использовать и то, и другое. Спасибо тебе еще раз, что нашел время, пришел, рассказал про Орданию, ну, и желаю тебе в ближайшее время туда попасть. Ну, только осенью, осенью, осенью. Я надеюсь, что попаду. Спасибо. Счастливо. Счастливо всем. Спорт-марафон. Аудиоверсия. Подкаст об аудоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова